По легенде, одного из этапов учений из-за резкого подъёма воды в реке оказалось потоплено порядка 200 домов. Население эвакуировали с помощью плавающего транспортера и автобусов. Параллельно спасатели контролировали развитие ситуации с беспилотников. Для безаварийного пропуска поводковых вод проведены значительные инженерные мероприятия. По легенде следующего этапа учений спасатели боролись с природными пожарами, угрожающими жилым домам. Из-за пала сухой травы огонь перекинулся на торфосодержащие земли. Возникла угроза лесным массивам. На место происшествия были вызваны лесопожарная охрана и муниципальное звено населённого пункта, в состав которого входят добровольцы. Трактор лесопожарной службы выполнил опашку пожара, а прибывшие на место огнеборцы произвели боевое развертывание. Основной акцент на подготовке к пожароопасному периоду был определён на контролируемую палу сухой травы. Для сравнения их за эти две недели проведено более трёх тысяч палов в области. Число пожаров сухой травы в два раза меньше на данный момент по сравнению с алогичным периодом прошлого года. Из-за угрозы населённому пункту к месту ликвидации условного пожара выдвинулись силы аэромобильной группировки регионального управления МЧС. Группа разведки собрала всю необходимую информацию и передала её руководителю тушения пожара. В ход пошли пожарные автоцистерны, инженерная техника повышенной проходимости, гусеничный транспортер и машина разграждения для создания противопожарного разрыва и локализации огня. Было привлечено более 50 техник и более 250 человек. Задача поставлена на учение, отработанная в полном объёме. Взаимодействие оценивано как эффективное. Сил и средств было достаточно. Данное учение показывает, как эффективно взаимодействовать торговым управлением с федеральными структурами, в частности МЧС. На сегодняшний день по обеспечению наших муниципальных образований и наших подвесных учреждений, которые непосредственно участвуют в обеспечении контроля по половодию и пожароопасному периоду, подвращение пожаров, обеспечиваются. Правительство Забрянской области уделяет должное внимание этим вопросам. Руководители регионального управления МЧС и областные власти высоко оценили работу спасателей и пришли к выводу о готовности специалистов к наступающему противопожарному режиму. Артемий Маркелов, Сергей Дюков. При содействии Пресс-службы регионального управления МЧС. События. Брянск. Артемий Маркелов, Сергей Дюков.